Привет народ, меня зовут Владимир и сегодня я с вами проведу какое-то время. Время нашей трансляции будет посвящено GPS-трекеру. Название самого устройства, оно больше всего ассоциируется с отслеживанием автомобилей. Друзья, я вам скажу, что данный трекер можно использовать как отслеживание передвижения автомобиля, мотоцикла, любого моторизированного средства передвижения. Также вы можете использовать этот GPS-трекер при отслеживании каких-то грузов, посылок и также можно отслеживать передвижение человека. Называется у нас GPS-трекер S20 от бренда VNVT. Вот такой вот бренд. Само устройство находится у меня на столе. Давайте я вам его покажу. Вот такая вот небольшая коробочка. Выполнена она из пластика. И вес ее составляет 170 грамм. Размеры 80 миллиметров, 50 миллиметров и 32 миллиметра. Вот такое вот устройство. Но забегая вперед, друзья, сразу вам скажу. Я на своем опыте не видел, чтобы на трансляциях были какие-то обзоры GPS-трекеров. То есть я считаю, что это редкое явление. Сам я, в общем-то, имел дело со многими трекерами. И скажу, что вот этот трекер, он кардинально отличается от всех, с которыми я имел дело. Но чем он отличается, интригу я сохраню. Пусть будет у нас интрига. И где-то, наверное, в середине трансляции я скажу, в чем же здесь интрига. Итак, я сказал, что этот трекер можно использовать в отслеживании перемещения автомобиля. То есть вы можете положить куда-то в салон, в укромное место. Также вы можете его прикрепить к корпусу автомобиля. Так как здесь вмонтирован магнит. И очень не составляет труда закрепить где-то на корпусе автомобиля. Снизу, в багажном, в моторном отсеке. Также при перемещении грузов вы можете прикрепить куда-то к контейнеру. Ну, первое, что попалось мне под руку, это вот такой вот ключ металлический. Вот смотрите, как это все. Все очень хорошо держится. Вот не отвалится. Автомобиль можете ехать, контейнер передвигаться. И трекер будет показывать вам путь следования того, за чем вы следите. Также можно его положить куда-то в карман, в сумку, в рюкзак ребенку. И также, не звоняя на телефон ребенку, не беспокоя его, не спрашивая, где он находится в данный момент, можно отслеживать его перемещение. Отслеживание производится посредством приложения в мобильном телефоне. Также можно отслеживать через приложение на персональном компьютере, либо на ноутбуке. Ну, давайте еще немножко я расскажу вам о самом устройстве, о его характеристиках. Так, как я сказал, вес составляет 170 грамм. Габариты я вам назвал. Здесь встроенный аккумулятор, мощность которого 6000 мАч. И, как заявляет производитель, при каждоденном использовании трекера, то есть 7 на 24, и заряда аккумулятора хватает на 30 часов. Если вы не пользуетесь трекером, просто он у вас заряжен, и лежит подходящего момента для использования, заряда хватит на режим ожидания 1 год. Ну, согласитесь, это хорошие показатели. Какие же возможности? Ну, естественно, он отслеживает перемещение объекта. Далее, можно в приложении установить геозабор, либо геозона, кому как больше нравится. То есть, вы определяете координаты, координаты, за которые, когда выходит трекер, вы получаете сообщение на мобильный телефон в приложении сигнал тревоги. То есть, вот, геозону можно установить. Дальше, можно установить предел допустимой скорости, и когда транспортное средство, на котором установлен трекер, превышает установленную вами скорость, вы также получите на мобильное приложение, и в приложении на компьютер тревожное сообщение. И далее, вы будете получать сигнал по мере того, как разряжается аккумуляторная батарея. То есть, не будет такого момента, что вам нужно отследить трекер, а он у вас разрядился, и вы никак не можете его отследить. То есть, заблаговременно вы получите сигнал. Вот, основные моменты. Магнит для прикрепления. Далее, установка геозон, превышение скорости и разряд аккумуляторной батареи. вы будете получать сообщение. Что еще нужно отметить? Так, ну давайте я раскрою главную интригу. Смотрите, трекер, он работает, когда в него установлена сим-карта мобильного оператора. Это все представляют. То есть, приобретя трекер, но трекеры вот такого класса, стоимость их в пределах 3-3,5 тысяч, вот именно вот этот трекер, модель S20, стоит всего лишь 2 тысячи рублей на сегодняшний день. Почему такая низкая цена? Низкая цена, и плюс к тому, вам не надо будет покупать сим-карту. Удивительно, да? А секрет в том, что вот здесь, вот под этой наклейкой, есть место для сим-карты. И производитель уже поставляет нам такой трекер с установленной сим-картой. Но это не простая сим-карта, а международная. То есть, она работает на территории России. То есть, вам не надо, вы, допустим, переезжаете из Московской области куда-то во Владивосток, не надо вам менять симку оператора. Здесь уже установлена международная сим-карта, которая будет работать на территории всей России, а также на территории Евросоюза. То есть, едете вы в Финляндию, едете вы на Кипр, вот этот трекер будет у вас работать и не надо платить что-то там за роуминг. То есть, какая-то оплата прошла единовременно, какую вы выберете. Вы оплатили работу трекера и он у вас работает на территории России и Европы. Естественно, возникает такой вопрос. Нужно оплачивать сим-карту. Да, друзья, нужно оплачивать. И опять здесь же производитель, он нам дает право выбора. Мы можем оплатить работу трекера, абонентскую плату за один месяц, можем оплатить за полгода, можем оплатить за год, можем оплатить за два года. Естественно, чем больше период мы выбираем оплаты, тем будет дешевле абонентская оплата. Если мы оплачиваем работу трекера один месяц, у нас составляет оплата 5,9 евро. 5 евро, 9 евро центов. Я предварительно произвел кое-какие расчеты и мне понравился тариф за год. То есть оплата за год будет составлять за 12 месяцев 33 евро, 9 евро центов. 34 евро. 34 евро. Это получается порядка 200. Сейчас, если вам в уме посчитать, где-то 260 рублей. Согласитесь, это хороший вариант. Я, допустим, оплачиваю мобильную связь, я оплачиваю 320 рублей в месяц. Здесь же 260 рублей, но я могу ошибаться, 260-270. Мы потом с вами поточнее посчитаем. Вот. Ну, довольно-таки хорошая оплата. Зато вам не надо заморачиваться. Едете вы путешествовать по Европе, по России, везде у вас будет трекер работы и ваши близкие. Допустим, вы поехали куда-то в роуминг, заехали, у вас нет телефонной связи с родственниками, родственники зайдят через приложение, могут отследить, где вы находитесь. Это, друзья, удобно. Даже, допустим, получая какие-то квитанции о штрафах за нарушение, вы можете также зайти в приложение, посмотреть дату, время, когда вы совершили нарушение по данным ГИБДД. Заходите в приложение и отслеживайте, где вы в это время находились, какая скорость была вашего передвижения и в случае, если пришел неправомерный штраф, вы можете это легко обжаловать. Вот такая вот ситуация. Надеюсь, я вас заинтересовал трекером. Так, данный трекер поставляется вот в такой вот коробочке. ничем не примечательная обычная вот такая коробка. Что же здесь находится внутри? Так, здесь внутри находится USB кабель для зарядки трекера. Подключать его можно к повербанку, можно подключать к USB разъему компьютера, ноутбука и будете производить зарядку. Если вы хотите подключить к сети 220 вольт, в комплекте имеется вот такой адаптер. USB адаптер, обыкновенный телефонный адаптер. Что касается зарядки, имеется вот такая крышка, которая закрывает вот эту часть трекера, где у нас находится симка и GPS антенна. То есть вот таким образом это все выглядит. далее что у нас имеется имеется вот такая вот инструкция в виде гармошки она на английском языке здесь рисунки характеристики но в общем-то я и так вам постараюсь все рассказать и инструкция вам и не потребуется и последнее что здесь находится вот такой сертификат сертификат вот в общем вот какой-то сертификат так все это я убираю убираю внутрь и будем запускать наш трекер так как же запускать трекер с торцевой части имеется резиновая заглушка не знаю видно вам нет вот я ее открыл здесь под ней имеется мини usb разъем для зарядки устройства далее имеется клавиша включения и выключения чтобы включить трекер нужно нажать на клавишу удерживать 5 секунд до того момента как начнут вот здесь загораться огоньки сигнализирующие о подключении сим-карты к сети давайте я нажму так так я нажал ждем какое-то время 5 секунд вот они уже мигают не знаю видно вам нет чтобы огоньки мигают все здесь нам больше делать нечего мы закрываем резиновую заглушку и даже можно установить можем установить вот эту вот крышку на ее место но прежде чем это сделать смотрите вот здесь имеется QR-код и имеется штрих-код вот на этой торцевой поверхности в общем-то у них функционал один и тот же здесь зашифровано и здесь зашифровано имей устройство и пароль под штрих-кодом имеется цифровой набор чисел это и имеется и есть наш имейт то есть можно QR-код сканировать сканировать штрих-код можно вручную в приложение вводить вот эти вот цифры последние шесть цифр имей это будет у нас наш пароль вот это понятно так мы устанавливаем в мобильное приложение смартфон мобильное приложение вен вай трек скачиваем его если у вас айфон из App Store если у вас Android из Play Market скачиваем устанавливаем и следующий этап будет это сканирование вот этого QR-кода либо штрих-кода сканируем и у нас автоматически вводится имей и пароль и все друзья в общем-то можно пользоваться устройством я выведу на экран картинки как это выглядит вот такое вот оно само приложение и вот такой интерфейс приложения вы можете видеть место расположения автомобиля вот как я уже говорил да через мобильное приложение можно будет отслеживать в реальном времени место перемещения автомобиля можно отслеживать историю всего передвижения автомобиля можно задавать какие-то настройки установки давайте я быстренько пробегусь по меню чтобы вы имели представление меню на русском языке ну в общем-то все понятно можно выбирать различный вид карт можно смотреть где загружены дороги чтобы выбрать более такой удобный маршрут практически как часть навигатора вот и помимо всего прочего можно отслеживать и задавать настройки данного трекера на компьютере либо ноутбуке и сейчас я вам это покажу и расскажу и так вот я открыл приложение на компьютере вот наш автомобиль можете его видеть действительно он находится на этом самом месте все точно совпадает так можно выбрать различные отображения карт вот такой вариант и вот такой вот вариант google карты здесь и дома видно также можно также можно вот смотрите посмотреть загруженность дорог где какие пробки быть в курсе дорожной ситуации вот все вот так отображается хорошо так что здесь воспроизведение воспроизведение маршрута можно посмотреть это отслеживание в реальном времени так вот отслеживание в реальном времени и вы видите опять же местоположение якобы автомобиля так пробежимся по меню вот статистика в которой детали ежедневной работы статистика пробега как видите друзья все на русском языке в общем-то интуитивно все понятно надо сказать что когда загружается загружается что приложение на мобильный телефон что приложение в компьютер видимо трекер определяет местоположение и выходит вот раз мы в россии выходит все на русском языке так ну дальше вот мои клиенты у меня один трекер вот он здесь отображается так один трекер вот именно его название имей его имей имей а это номер сим-карты этот номер нам потребуется когда мы будем оплачивать абонентскую плату так дальше больше данных так но сейчас мы на месте объект не движется отображается ноль шесть дней у меня трекер подключен так дальше тревога риски так 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 это что у нас условия вождения последние три дня ну какие-то графики пробега за этот период 18 километров средняя скорость и вот еще имеется такая карта так опять же даты вот такая вот карта где в таком цветовом исполнении отображается скорость передвижения я передвигался не на автомобиле носил его с собой в кармане красненькая это быстрая скорость так это поведение за рулем так тревога столкновение сигнализация ну то есть вот какие тревожные сигналы если бы были установлены и поступали бы эти тревожные сигналы вот здесь все отображалось бы оценка общая дорожная ситуация ну вот в общем-то все что я хотел вам по меню рассказать давайте сейчас мы посмотрим воспроизведение маршрута заходим в раздел воспроизведения и вот нужно здесь два таких значка обзор и начните начнем вот друзья здесь отобразилось все мое перемещение за эти шесть дней что был у меня трекер видите как зеленая стрелочка перемещается вот покрупнее сделаю вы видите она перемещается и отображается дата и время в этом месте я был вот именно в эту дату в эту дату в это время да действительно очень это удобно очень хорошо вся история сохраняется можно даже из списка выбрать из предложенного списка но можно и самому задать задать дату сейчас я попытаюсь это сделать так что-то что-то я сделал не так минуточку так сейчас я попытаюсь еще раз а мне кажется вот да 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 вот друзья нужно было нажать на значок обзор выбираем дату нажимаем на значок обзор и именно вот за этот период который мы выбрали и высвечивается маршрут передвижения да да вот сейчас я разобрался опять же видите вот перемещается зеленая стрелка можем по шкале времени передвинуться на другой промежуток времени вот я движусь так остановился давайте посмотрим на гугл-картах что нам показывает ну да я проходил здесь улица Юлиуса Фучика улица Белинского дата время все соответствует так что вот смотрите друзья как как удобно пользоваться данным трекером что здесь еще можно так быстрый выбор имеется так минутку имеется значок линейки и мы можем рассчитать время не время расстояние какое мы прошли допустим на каком-то участке времени вот смотрите 800 метров расстояние пройдено все это удобно все это удобно ну вот мы вернулись на главную страницу где отображается реальное местоположение так давайте сейчас мы с вами разберемся как же оплачивать переходим на страницу оплаты где мы должны ввести номер сим-карты номер сим-карты я вам показывал где найти вот я вожу и попадаю на страницу выбора тарифа за один месяц 5,99 за 6 месяцев 17,99 далее за один год 33,99 и за два года 59 99 евро центов ну вот мне кажется самый такой подходящий тариф это 33 евро 99 евро центов так давайте-ка мы с вами подсчитаем что же это выйдет в рублях на сегодняшний день если мне не изменяет память у нас евро 84 рубля так 34 евро множим на 84 рубля и делим на 12 месяцев 238 рублей так что друзья если вы производите оплату за год то у вас каждый месяц будет оплата 230 рублей прекрасно далее проходим на страницу где вводим номер своей карты секретный код из трех цифр и производим оплату все в общем-то удобно тариф я считаю годовой это самый-самый оптимальный тариф так что вот друзья вот такое вот устройство и такое вот приложение все на русском языке все понятно все корректно работает и вы можете выбрать любое отображение карт итак друзья вот такой вот трекер сегодня был у нас на обзоре кто-то может с данным устройством или вообще с подобным устройством сталкиваться впервые и делать для себя открытие что есть устройства которые могут свободно отслеживать перемещение автомобиля грузов человека очень удобное устройство так как оно крепится как я уже показывал к металлу то есть вы можете даже тайно куда-то его прикрепить либо положить в коробку в сумку и всегда будете в курсе где находится ваш трекер отслеживая ваш трекер вы будете в курсе перемещения транспортного средства либо человека которому данный трекер прикреплен данный трекер у нас от бренда вейвен тэч от компании вейвэй тэч модель трекера с 20 быстренько по характеристикам пробегусь данный трекер имеет встроенный аккумулятор 6000 мАч работает без подзарядки месяц 30 дней установлена международная сим-карта за которую нужно будет платить платить можно один раз в месяц раз в полгода раз в год раз в два года чем больший срок вы оплачиваете тем дешевле будет абонентская плата вес устройства составляет 170 грамм можно устанавливать геозону при выходе из которой данный трекер будет посылать тревожный сигнал на мобильное устройство также будет посылаться сигнал при превышении скорости который вы установите в приложении либо в программе на компьютере и также будете получать тревожный сигнал при разряде аккумуляторной батареи на сегодняшний день стоимость данного устройства составляет 2000 если вас заинтересовало устройство вы можете по ссылке в аннотации трансляции пройти в магазин нужно отмечить в магазине есть большой выбор трекеров вот и заказать данный трекер чем он выгоден то что здесь уже установлена сим-карта международная которая работает на территории всей России и всех стран Евросоюза вот и за счет того что здесь вот такая вот интересная сим-карта друзья стоимость устройства составляет 2000 так что пока такая цена успевайте приобретайте такой трекер и наслаждайтесь в общем то у меня на этом все буду заканчивать всем спасибо что были со мной удачи и до новых встреч до новых встреч субтитры субтитры